Здравствуйте, любимые тельцы! Для вас гороскоп на январь 2019 года. Главные события января это два затмения. Солнечное 6 и лунное 21. Посмотрите, пожалуйста, мое видео о этих затмениях. Они главным образом определяют январь. И в принципе, на этом можно было бы и остановиться, и не давать дальше прогноз на январь месяц, потому что затмения очень мощные, очень сильные. Они, думаю, повлияют на всех и каждого. Посмотрите, пожалуйста, мое видео, что вас ожидает, вероятно, ожидает в январе. А сейчас расскажу вам еще о нескольких событиях января. 1 января в новогоднюю ночь Марс переходит в Овен, в ваш 12 дом. Также в 12 доме 7 января развернется в прямое движение Уран. И Марс, и Уран — планеты резкие, планеты активности, действия, напора, мужские планеты. Марс более приземленный, более близкий к нам, поэтому это наша непосредственная активность. А Уран — это далекая, мощная, высшая планета. Это планета активности мысли. Соответственно, вся ваша активность будет направлена на сферу 12 дома. Это сфера путешествий, далеких путешествий, эмиграции. Поэтому, если у вас это актуально, если вам это нужно, то здесь вы можете как на машине уезжать в другую страну далеко, так и по Урану, конечно же, лететь на самолете. Дождитесь разворота Урана после 7 января, и даже туда дальше еще, чем дальше, тем лучше, можете уже лететь. Пока Уран ретрограден, лучше, конечно же, не летать. 12 дом — это отдых, это закрытые учреждения лечебного типа, санатории. Если вам нужно, хочется, уезжайте за рубеж целью именно полечиться, улучшить свое состояние физическое и духовное. 12 дом — это дом духовности, это дом психосоматики, это дом излечения через сны, через проработку бессознательного, это дом, когда вы приходите к духовности и видите, как излечивается ваше тело через ваш дух. Дом медитации, когда Уран в доме медитации разворачивается в прямое движение, вам в процессе медитативности, если вы умеете медитировать, если не умеете, то просто в процессе, когда вы концентрируетесь на какой-то одной мысли, приходят гениальные идеи, приходят гениальные открытия. Поэтому вам очень хорошо сосредотачивать свое внимание на чем-то одном, мыслительный процесс свой, направлять на что-то одно, тогда вам неожиданно могут приходить ответы. Неожиданно в течение дня от друзей, особенно обратите внимание на мужчин, что вам мужчины будут говорить в январе. Ну и в частности, конечно же, по двенадцатому дому это во снах. Во снах могут приходить очень важные для вас решения и открытия. Пятого января Меркурий входит в знак зодиака Козерог, это ваш девятый дом. Если вы хотите обучаться, пожалуйста, высшие учебные заведения, подбирайте себе, ищите. Или ищите преподавателей, которые будут вам давать уроки на дому, к примеру. Хорошо, если это будут преподаватели иностранцы с широким мировоззрением, владеющие иностранным языком. Может быть, вы как раз-таки сами захотите иностранный язык подучить, изучить. Хорошее для этого время. По Меркурию в Козероге, пожалуйста, приступайте к изучению любой науки, в принципе, любой науки, которая расширяет ваше миропонимание. Если это язык, пожалуйста, язык. Может быть, вам захочется изучить законы, право другого государства, к примеру, если вы действительно подумываете об иммиграции. Или если вы работаете, ваша работа связана с иностранными гражданами, вам, скорее всего, здесь потребуется, понадобится изучить особенности этих людей, изучить те правила, мораль, в частности, также, по которым они живут, нравственность. Здесь по Меркурию в 9-м дове снова-таки намёк на ваши путешествия. Если вы не путешествуете в прямом смысле слова, то, вероятно, вы много общаетесь в интернете, вероятно, вы взаимодействуете с людьми онлайн часто много, в частности, с иностранцами. А может быть, вы, правда, и обучаетесь онлайн, или обучаете онлайн. И ваше взаимодействие действительно с очень большим количеством людей происходит виртуально. Следующее запытие в этот же день, когда Уран начнёт разворот прямое движение, 7 января на православное Рождество, Венера, планета любви, заходит в знак Сдиака Стрелец. Стрелец — это ваш восьмой дом гороскопа, это дом секса, поэтому прекрасно начинается для вас период до февраля налаживать отношения с сексуальным партнёром. Если у вас его нету, вы его найдёте, вероятно, если будете активны. Особенно это сейчас актуально, я вам говорю, если вы мужчина, услышьте, пожалуйста, потому что женщинам, конечно, активно искать своего сексуального партнёра не всегда безопасно. И в частности, я вас прошу, девушки, дорогие, если вы слушаете по солнцу особенно этот прогноз, и если вы намерены искать суженого, любимого, то, пожалуйста, всё-таки попридержитесь проявлять себя как сексуально напористую женщину. Здесь может быть опасность. Ну, Венера, конечно, это благодетель, поэтому в восьмом доме она к сексу точно добавит любви, это не будет просто секс, не просто физика, не просто физиологический акт. Также Венера в восьмом доме может принести вам увеличение доходов, у ваших партнёров станет больше денег, соответственно, и у вас также станет больше денег. Если вас интересовало приобретение, денежные приобретения какие-то, вот крупное вы что-то хотели купить, крупное, красивое в особенности, то, возможно, в январе вам придут денежки на это, что-то такое вот большое, крупное. Может быть, вы возьмёте даже депозит, снимете, например, свой и приобретёте. Может быть, напротив, вы будете брать кредит на приобретение чего-то, чего-либо. Также, вероятно, так как Меркурий в вашем девятом доме, то есть вам уже будут подписать какие-то документы, связанные с деньгами, возможно. Десятый дом у вас станет активным уже в конце месяца, 20-го числа туда зайдёт солнышко, 24-го за солнышком туда прилетит и Меркурий. В десятом доме достижение карьерных высот. Если ваша работа связана с заграницей, вы, к примеру, начнёте командировки, в командировки ездить, и у вас пойдёт лучше, новая волна начнётся, новое какое-то вдохновение в работе вашей за счёт того, что вы станете больше общаться или больше передвигаться по работе. Возможно, у вас появятся и помощники, и новые сотрудники придут в ваш коллектив. Возможно, вас повысят. Даже есть большая вероятность, вы станете начальником. По крайней мере, у вас появится больше ответственности, больше подчинённых или больше власти. Или больше, даже если не в прямом смысле, больше работает, то вы будете ощущать себя более востребованным на работе. Вы будете чувствовать, что вы классный специалист. Вы сами себя будете таким ощущать. Возможно, наработка опыта скажется. Вы поймёте, что у меня уже большой опыт, и я уже могу этот опыт передавать. Возможно, вы этим как раз-таки и займётесь. Если у вас нет работы, чудесное время, чтобы её искать, потому что по такому транзиту в конце января вы найдёте вашу работу по вашей жизни, по вашей миссии, по вашей цели. И эта работа, в которой потенциально карьерный рост будет прекрасным, успешным, и вы сможете потенциально в будущем стать начальником. Желаю вам всего доброго, дорогие мои тельцы. Счастья, всех благ, всего доброго.